Всем привет! С вами по прежнему Оксана Костина. И в рамках марокона по контенту 3.0 я вам обещала дать дополнительное упражнение по харизме. Так как я с большинством из вас очень так плодотворно поработала, и знаю, что у большинства есть такая ошибка, как неуверенность при съемках именно вот таких вот видеороликов. Но даже если вы не боитесь снимать видео, то в принципе для вас это упражнение тоже будет весьма полезно. Итак, когда вы снимаете свои видеоролики, то вот эта ваша неуверенность выдается буквально в принципе во все. Бывает, что вас выдает взгляд, слова, голос, жесты, мини-колеца, эмоции. Поэтому, что мы сейчас делаем, это первое упражнение вашего данного видеоролика. Вы берете листочек, бумажки и пишете 7 слов. Итак, первое слово это слова, дальше голос, взгляд, мимика, мимика лица и лица вида, жесты ваши и эмоции. Дальше вы задаете себе вопрос, что вы сейчас видите и чему вы хотите прийти. То есть, например, у большинства из вас, я не буду сейчас назвать конкретные имена, но большинство из вас это страдает сильно взгляд. Вас выдает прям сильный взгляд. Поэтому понаблюдайте себя, как вы смотрите свою собственную видеокамеру. И если ваш взгляд не устраивает, вы берете и исправляете ваш взгляд именно на видеокамеру. Вторая такая вот большая основная ошибка, большинство этих людей, это их не аж имеется в виду жесты. То есть, если вы страдаете именно жестами или жестов абсолютно отсутствует, то займитесь именно ими. Например, вас не устраивает голос. Конечно, здесь немножко придется посложнее. Хочу сказать, что если вас не устраивает ваш собственный голос, то вам немножко не повезло. Но вам придется заниматься ежедневно по 30-40 минут и дыхательными упражнениями, и другими упражнениями. В принципе, кому интересно, по-моему, у меня где-то есть. И если что, я вам тоже могу их дать. А дальше это, например, может быть, жест я сказала, мимика лица. То есть, получается, вот многие из вас, многие из вас, это вот, вот, уставитесь в камеру, и все, замерли, не шевелитесь. То есть, это неестественно для человека. Человек, он живой, человек, он эмоционально, он живет в кадре, и мимика лица также должна с вами вместе присутствовать. Ну и другие аспекты. Это первое упражнение, вы должны его сделать. А для тех людей, кто видит меня первый раз, и у кого нету видеороликов своих собственных, я имею в виду живых, то для данного упражнения я вам рекомендую записать вот небольшой видеоролик, где-то примерно полторы-две минуты. Вы должны просмотреть на себя, можете даже никуда не выставлять, никакие не социальные сети, никаких ютуб, но просмотреть себя и записать, что вам в себе нравится, что не нравится, что вы хотите исправить. А для всех остальных вы берете именно ваш собственный, последний видеоролик и также оцениваете. Второе упражнение. Вы просто так от меня не отстанете. Второе упражнение. Я вам хочу сказать, что у нас будет вот таких вот уроков шесть дополнительных, и в течение пяти дней я вам буду давать деньги вон там вот в посте по пять предложений. Ваша задача, как только вы предложение почитали, не задумываясь, вот самое главное, не задумываясь, правильно вы ли поняли это предложение или неправильно. Правильно ли вы написали или неправильно. То есть вы пишете, в первую очередь, то, что пришло вам в голову, не задумываясь. Причем на каждое предложение вы пишете по пять-шесть вариантов. Там пять предложений, и на каждое предложение по пять-шесть вариантов. На шестом занятии я вам расскажу, что с этими предложениями делать. Ну а с вами была Оксана Костяна. Увидимся в следующем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok